Уже несколько лет в Одессе реализуется городская программа «Равенство», призванная помочь людям с ограниченными физическими возможностями получить доступную медицинскую помощь, социальные гарантии, а также легче интегрироваться в общество. Но несмотря на разного рода программы, проекты, инициативы общественников и депутатов, адаптация инвалидов в городской среде не может состояться без участия так называемого человеческого фактора. Поэтому делятся участники встречи рады, что могут прийти и открыто рассказать о наболевшем, зная, что их проблемы и пожелания не останутся без внимания. У нас нерешенные проблемы с доступностью во многие учреждения, медицинские в том числе. У нас нерешенные проблемы с лифтами во многих домах. Ну, такие проблемы. Проблемы с дорожным покрытием, потому что очень тяжело, когда после зимы такой тяжелой очень много разбито пешеходного, как внутриквартального проезда, точно так же и на других, ну, скажем так, дорогах, где очень тяжело ходить незрячему. Именно с целью преодоления всякого рода барьеров и решения насущных проблем людей с особыми потребностями в Одессе проводит заседание Комитета доступности. В повестке дня последнего сразу несколько первоочередных вопросов. Основные такие вопросы – это доступность пенсионного фонда, о доступности санаториев в городе Одессе, это вопрос о доступности к заведениям медицинского профиля, к аптекам, которые не всегда соответствуют. И надеемся, что доклады приведут к определенным выводам, выводы к определенным указаниям. Опыт подобных заседаний, рассказывает Олег Прохоров, показывает, что подобная форма диалога плодотворно работает на практике. Постоянно на контроле, и нам не требуется каких-то особых усилий для того, чтобы запускать эту работу. Для выполнения принятых в прошлых решений Комитета доступности, вопросы программы равенства и вопросы общей доступности в городе. И очень приятно, что есть изменения.